В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! На сцене Приморского театра имени Горького в рамках гастрольного тура представлены спектакли Забайкальского краевого драматического театра в репертуаре три комедии «Трагифарс» и «Детская музыкальная сказка». А в гостях у нас сегодня директор Забайкальского краевого драматического театра Юрий Паяркин. Юрий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы привезли к нам в город свои спектакли, приехали к нам на гастроли. Да, конечно. Что уже может видеть наш зритель? Прежде чем рассказать об этом, я только немножечко подправлю вас, в каком плане, что с апреля месяца наш театр немного изменился в названии. Мы Забайкальский краевой драматический театр имени Николая Березина. Да, наш театр долгое время добивался этого имени, потому как долгие годы Николай Алексеевич стоял у руля нашего театра. И за эти долгие годы создал множество спектаклей, выпустил три выпуска театральных актеров, также гастроли, фестивали, все при нем происходило. И он очень рано ушел у нас из жизни, но чтобы увековечить это имя, мы настояли, и Забайкальская краевая дума, в общем, приняла постановление об увековечении имени Николая Алексеевича, присвоили нам это имя. Поэтому теперь мы имени Березина. А наш приезд сюда – это большая давняя мечта. Мы 40 лет назад были здесь. В 1982 году театр был с большими гастролями, это еще имена Советского Союза были. И еще тогда была комиссия специальная гастрольная, которая распределяла все театры страны, по каким городам кто разъезжается. И вот мы попали в Камчатку и Владивосток в 1982 год. Мы здесь были. И вот уже 40 лет прошло, и вот есть актеры, которые еще вспоминают и приедут сюда, в ваш город, на гастроли. Ну а в основе своей, это, конечно, большая и почетная миссия нашего театра – побывать во Владивостоке. И мы с 16 по 21 августа будем работать в помещении Приморского краевого театра имени Горького. И приглашаем всех жителей Владивостока прийти к нам посмотреть на наши спектакли. Я не могу не спросить, если вы 40 лет были назад здесь, изменился ли Владивосток? Ну, я не могу сказать. У вас не было. Да, я не могу сказать. Отзывы. Да, но я могу сказать, какой сегодняшний город Владивосток. Замечательный, красивый, современный, уютный. Я думаю, здесь любому человеку будет уютно и приятно провести время и побыть в этом замечательном городе. Ну а нашим актерам-то, конечно, и вдвойне будет здорово. Ощутить этот и морской климат, и погоду, и вообще побродить по скверам и площадям. Мне кажется, что здесь это просто здорово. А потом еще очень много разного, так сказать, разного привлечения до досуга. Здесь ведь и театров очень много, и много приглашают и молодежь, и взрослое поколение, про парки, скверы, на разные мероприятия. В общем, это здесь замечательно поставлено. Что привезли? Мы привезли пять спектаклей. Пять спектаклей, и открываемся мы замечательно нашим спектаклем, который, в принципе, открываемся везде на гастролях. Это забайкальская кадриль. Мы ее называем визитной карточкой нашего театра. Это спектакль о Забайкалье, о забайкальцах, со своим говором, со своей, так сказать, ментальностью, можно даже, так сказать, забайкальской. Хорошо работают актеры и показывают это, в общем, так завораживающе, что как будто вот они у нас прямо вот сходят со сцены в этой деревенской жизни в зал. Хорошие, вы смотрите на одном дыхании, веселые, интересные. Интересная история этого спектакля. И зрителю, в общем, этот спектакль проверен временем, и зрителю он очень нравится. Поэтому мы, так сказать, безошибочно всегда этот спектакль ставим на открытие, чтобы представить вот марку нашего забайкалья, забайкальского краевого, драматического, и чтобы, так скажем, заявить о себе уже с большой буквы. Продолжая, значит, что мы еще покажем, мы покажем Зокина квартиру Булгакова, покажем современную пьесу Александра Николаевича Коровкина, авантюристки по неволе, и классика. Классика – это Мольер, это Тортьюв, хороший спектакль у нас, он долгие годы уже идет, и также пользуется у зрителей успехом. Нам кажется, что и Владивостоку он тоже понравится. И, конечно же, для детей мы всегда возим спектакль детского репертуара. На сей раз привезли «Старика Хаттабыча». Такая музыкальная сказка Георгия Гладкова, на стихии ее интенности песни там звучат. Ну, а Лазарь Лагин – это автор этого произведения. Вот тройственный такой союз этого спектакля мы предлагаем посмотреть маленькому зрителю. Почему именно эти? Эти спектакли, будем так говорить, мы проверены временем и зрителем. Потому что мы их возим навсегда. Мы их недавно, буквально были недавно, в том году, в Братске, чуть пораньше мы были в Калининграде, в Сызрани, в Самаре. Мы эти спектакли возили. Естественно, эти спектакли нравятся зрителю. Естественно, мы уверены, что Владивосток примет их также на ура. Вы руководитель театра. Сложная ли эта задача, миссия – руководить театром? Здесь вообще чего больше – творчество или управление? Ну, к этому надо привыкнуть. Это дело не одного дня. Я уже давно работаю на этом посту. Сколько? Ой, давно. С 1994 года. До 1994 года был заместителем, администратором. И здесь сливается все в этом посту. Конечно, это хозяйственная деятельность, прежде всего. Конечно, это беспокойство, так сказать, и забота о всем коллективе. И здание большое, огромное. И нужно, чтобы репертуар был хорош, при этом творческая жизнь была. В общем, она такая разнообразная жизнь. Скорее всего, отнесу себя не только, так скажем, к хозяйственному действию, но и человек, который занимается и творчеством тоже. Так как я давно работаю, у меня в выходе уже вышло 8 книжек небольших, таких маленьких, рассказывающих об актерах нашего театра, о тех, кто уже ушли из жизни, кто составлял славу нашему театру. Это такая рубрика «Твои люди, театр», где и технические работники, о них я очень много пишу, и даже передачи выходили, и выходят мои на Забайкальском краевом радио и телевидении. Поэтому отнести себя только к узкой специальности директора театра не могу. Это такая у меня разнообразная работа. Еще и за стилами театра. Да, да. Ну вот, так получилось и получается, и дай бог, чтобы оно так продолжалось. Так мы фактически с вами коллеги, раз вы на радио и на телевидении трудитесь, вам не привыкать, по крайней мере, выступать. Это да, это есть. Передачи делаются, авторские передачи. У нас 83-й год нашему театру, 83-й сезон мы откроем, а недавно было 80 лет. Целый цикл передачи было сделано, авторских, телевизионных передач. Тех, кто жил и служил нашему театру. И поэтому все это у меня получается, складывается, и дай бог. Где вы берете ваших сотрудников? Ну, актеры театра – это люди профессиональные, они не с улицы. Это разумеется. Вот, да. И, конечно, сейчас существует хороший, крепкий костяк среднего поколения, старший костяк, а молодежи маловато. И вот сейчас у нас в этом году закончили 4 курса театрального отделения нашего училища культуры. Наши актеры были преподавателями у ребят, и так получилось, что ребята жили и работали, и, так сказать, уже как бы и учились. Но все это происходило практически вплотную с театром. Они были заняты уже и в наших спектаклях, в массовых сценах. И когда заканчивался курс обучения, они создали очень хороший спектакль такой, свой дипломный спектакль, где были все заняты. Это спектакль «Завтра была война». Мы его, конечно же, возьмем в репертуар. И, конечно же, с ребятами, со всеми, вот, целиком, ребята к нам пришли 8 человек в отделение театрального молодежи. Пополнили наш сегодняшний сезон, пополнят. И тем самым трупа наша, так сказать, приобретет молодое пополнение. И это будет уже, так сказать, вот, интересно, хорошее время, когда поколения все рядышком стоят и учатся друг у друга. А молодежь что-то привносит свое? Конечно, но во многом, конечно, они еще учатся все, да. Но есть очень опытные, не опытные, а очень талантливые ребята, которым мы уже сейчас можем гордиться. Вот, и мы просто рады, что вот есть. Пока еще у нас молодежь, которая любит театр и старается работать в театре. Мы надеемся, что это вливание, это такое достойное и покажет свои плоды в ближайшее время. Но этот год для вас вообще будет, я так понимаю, отчасти знаковым, потому что за эфиром вы мне сказали, что вы вернетесь, наконец-то, в здание своего театра. Да, да, да. С чем связана эта история? Эта история связана с капитальным ремонтом здания и реконструкцией. Нам пристроили к нашему зданию малую сцену. Это то, о чем мечтают многие актеры в любых театрах, иметь малую сцену театра. И вот, наконец-то, она у нас появилась на 100 мест, ее пристроили. А внутри театра сделали полный демонтаж всего. И оборудование, и, так сказать, и технологического, технического, и ремерков, значит, все демонтировали. И все сделали по-новому. По-новому сделали ремонт. Наша сцена теперь оснащена современным оборудованием. Сцена, свет, звук, и сценическая площадка сама, наши штанкеты, это все уже, практически все заменено. Поэтому мы будем работать в новых условиях, в новых технологических каких-то таких требованиях. И хотим показать это нашему зрителю. 14 октября театр открывает театральный сезон. Мы его открываем большим спектаклем. Называется он «Три мушкетера», это мюзикл Дунаевского. И показать все величие наших технологических новшеств. То есть и сцена, и с лонжеронами, которые поднимаются, опускаются, сцена крутится. Но она всегда была, был круг. Экраны, прожектора, все это, так сказать, совершенно современное. Вот и звуковое устройство, все, все совершенно новое. Мы должны показать это, ну, естественно, мастерство наших актеров. Это история интересная, это история музыкальная, актеры поют. Ну, естественно, любовь, шпаги, драки, все это, так сказать, в этой истории. Три мушки тюрьмы. Да. Вот. И команда подобралась отличной. Наш режиссер у нас приглашенный из московской опериоты, Влад Сташинский. И с Белгорода приехал к нам художник по костюмам. Приезжает к нам заниматься фехтованием, сценическими движениями. То есть это будет хороший, полноценный спектакль, который наверняка понравится нашему зрителю. И запомнится вот именно как историческое событие при открытии нашего обновленного театра. Я смотрю, музыки достаточно много в вашем театре. Да, музыки много. Мы много делаем музыкальных спектаклей. Ну, потому как есть возможность, есть актеры поющие, танцующие. Поэтому это всегда привлекает зрителя. Не только, допустим, чистое драматическое произведение, но и такие произведения тоже нам нужны. Еще интересный момент, что в следующем году, в этом году, театр Горького принимает вас к себе на гастроли. А в следующем году театр Горького приедет к вам. Да, это называется обменные гастроли. Договоренность достигнута с руководителем театра, с Ефимом Семеновичем Звенятским. Естественно, значит, тут интересная была история, что идею-то подал губернатор нашего региона Александр Михайлович Осипов. Он был в гостях здесь, в Владивостоке, у Ефима Семеновича. И эта идея возникла, а мы эту идею, естественно, с удовольствием. И поэтому такой тандем состоялся, обменные гастроли будут. И надеемся, что это будет не только, так сказать, разовое. Возможно, это будет творческий союз, интересный союз. Дай Бог, чтобы все состоялось. Какие-то свои традиции есть у Забайкальского театра? Ну, большая традиция – это прежде всего говорить о том, что и соблюдать эту традицию, что театр – это дом. Театр – наш дом. И когда театр – семья, это всегда работа от этого движется вперед и всегда, что называется, один за всех. И поэтому традиция, ту, которую внес, ну, давно, так сказать, своим пребыванием на этой земле Николай Алексеевич Березин, она до сих пор сохраняется. Крепкая семья, крепкий дом. И каждый, так сказать, отвечает и ответственен за то, что происходит в театре. Ну, это вот такая внутри традиция. В основе своей традиции, как репертуарного театра – это, конечно же, классический, театр классического направления. У нас много спектаклей, более 30 спектаклей, и много из них, конечно, классического направления. Это спектакли такие, как «Приступление и наказание», «Гроза», «Ревизор», «Мертвые души». Они все у нас идут в театре, так сказать, для молодых, для, так скажем, для людей, которые изучают эти произведения все время. Это пользуется всегда интересом среди молодого поколения. Помимо этого, спектакли современные у нас идут уже, так сказать, для людей более взрослого возраста. Ну, вот такая вот, как «Забайкальская кадриль», «Бинго» и многие другие спектакли сейчас просто как бы можно вспоминать, но времени как бы нет, так скажем. И, естественно, дети не забываются. Поэтому это направление, вот, та, так скажем, традиция театра, нести духовность, нравственность, воспитывать в детях, так сказать, и классические направления театра, и в детях, и в зрителе. Вот мы это направление придерживаемся. Все сохранено, да? Да, да, да. Девизом этого года, этого сезона, вы сказали «Театр молодых и для молодых». Да, «Для молодых и о молодых». Ну, потому как, значит, здесь две истории прослеживаются. Первая история – это, конечно, мы всегда вообще-то делаем, значит, театр много делает для молодых, создавая спектакли. Направили такого направления, как, допустим, портрет Дарьяна Грея. Очень интересный спектакль у нас идет. Вот спектакль «Дорогая Елена Сергеевна». Спектакли, которые мы сейчас создаем, будем создавать уже тоже для молодых. Это театрально-краеведческий проект у нас на месте такое громовое перо затеяли. Вот сейчас «Ромео и Джульетта» в репертуаре. Вот «Три мушкетера». То есть спектакли, которые будут интересны молодым зрителям. И когда ты сделаешь это трендом сезона, и этот тренд будет подогреваться еще и со встречи с актерами, разговоры о театре, экскурсии по театру. Все это должно, так сказать, влиться в один поток этого направления. Ну а вторая история – это, конечно, Пушкинская карта. Пушкинская карта, которая действует у нас по всей стране. По всей стране, да. Да, но пока, и это не только у нас, регионы, так скажем, видно посещение театра молодыми людьми просто очень заметно, но еще не полностью. Еще мало людей молодых обращают на это внимание. И вот этим тоже мы привлекаем людей молодых, чтобы привлечь и по Пушкинской карте, чтобы они ходили в театр. Ну вот таким образом, дай бог, что у нас все получится, и мы будем работать, всегда работали, но и сейчас вдвойне будем работать с молодым поколением и привлекать их в театр. А вообще публика поменялась в театре за последние десятилетия, может быть? Поменялась. Я думаю, что она омолодилась. Все-таки есть у молодежи интерес ходить в театр, есть такой интерес. И главное, что как они смотрят, восприятие театральное, допустим, лет 20 назад это были совершенно другие люди молодые, которые смотрели театр не с интересом. А сейчас это очень все интересно, завлекает, завораживает, так скажем, все воспринимается, и молодые люди просто выходят из театра с хорошим настроением, с сгоревшими глазами. И поэтому, я думаю, что происходит сейчас вот такая тенденция. Мне кажется, что в случае с молодым поколением стоит один раз молодого человека привезти в театр, и ты уже будешь туда ходить. И, по крайней мере, так произошло со мной. Я была, ну, не знаю, ну, понятно, что в детском возрасте я туда ходила, но, может быть, придя туда в старших классах школы, то есть я этим загорелась, и я продолжила туда ходить. Мне кажется, всегда так происходит с молодым поколением. Наверняка это так. Вот у нас идет спектакль, портрет Дориана Грея, его посмотрели, я не знаю, по несколько раз, молодые люди, и особенно девчонки. Там история молодого героя, который был нарисован на портрете, красавец, наш исполнитель, и сама история, она настолько завораживает. Мне просто этот спектакль очень нравится молодому поколению. Поэтому театр нужен. А для чего нужен театр? Он, как прежде, воспитывает какие-то нравственные ориентиры? Что, для чего он нужен? Ну, конечно, как прежде он и воспитывает. И в данной ситуации, вот, говорим о нравственности, духовности, да, да. Есть какие-то новые моменты, возникающие в нашем направлении, которые, ну, так скажем, идут наравне с молодежью. Это технология новая, да, так сказать, когда зрителя вдруг оказывается где-то, так сказать, при помощи наших технологий, в каких-то новых обстоятельствах на сцене. Вот. И много интересных пьес выходит для молодых людей. И они, это их завораживает. Поэтому здесь изменения есть. Есть. И дай бог, чтобы это было, и это всегда интересовало молодых людей. Ну, задача театра на сегодняшний день, она какова? Ну, у нас задача одна. Нравственное духовное воспитание, патриотическое воспитание. Это тоже немаловажно на сегодняшний день задача. У нас много спектаклей на патриотическую тему. И начиная завтра была война, и не покидай меня, рядовые, мы не были на той войне. У нас много таких спектаклей, которые мы организовываем специально для просмотра молодым людям. Вот. Поэтому театр, ну, много делает для того, чтобы быть в гуще событий, для того, чтобы быть нужным людям. А сегодня, вот в такие непростые времена, которые связаны с Украиной, патриотизм приобретает большую популярность в театре? Ну, конечно, приобретает. Приобретает. И в этом плане мы же не только, допустим, показываем спектакли. Перед спектаклями очень много говорим об этом. У нас есть выставка, связанная с военной тематикой. И рассказываем, и говорим. И наши актеры вот проехали очень много площадок, выездных площадок, где говорим на эту тему. И поэзия, и театр, все сливается. И как бы молодые люди понимают это. Я не видел ни одного случая, чтобы кто-то, так сказать, не поверил нашим, так сказать, убеждениям, что мы вот говорим с большой трибуны именно о патриотизме. Мы в этом случае очень много делаем. У вас достаточно большой список спектаклей, которые сегодня уже есть. Да-да. А что хотелось бы еще сделать? Есть какой-то портфель? Конечно, есть. Буквально сейчас, после «Трех мушкетеров» мы выпускаем спектакль в ноябре премьера. Бенефис нашей заслуженной артистки России, Любови Гамовой, «Афинские вечера». Такая комедия Петра Гладилина есть. Сейчас уже думаем о новогоднем обновленном здании, о новогоднем каком-то интересном представлении. Оно у нас появилось. Это спектакль, мюзикл тоже, мюзикл, семейный мюзикл «Пираты Карибского моря». Это для молодых, для детей. Это будет завораживающее действие. Вот и в новогодние праздники нам кажется, что и вот этот семейный мюзикл, он привлечет больше зрителей и семей в наш театр. После этого, конечно, у нас Ромео Джульетта пойдет, подготовка к премьере. Потом для старшего поколения мы замечательную пьесу подобрали. Это Митчелл, американский драматург, «Девишник» называется этот спектакль. И он будет удивительно, так сказать, он сам по себе хороший спектакль, и зрителям он очень понравится, особенно зрителям среднего поколения. Вот, поэтому и «Алые паруса» думаем, что нужно обязательно сделать для молодых людей. В общем, театр живет, и в портфеле есть много-много пьес, и еще будут, и будет жить как всегда, так сказать, развиваясь и служа, что ли, так, для зрителя, служа зрителю. Ну, с учетом того, что у вас теперь обновленное здание, мне кажется, это еще больше привлечет зрителя. Всегда же хочется приходить в какое-то новое место современное. И теперь и молодых будет больше, и, в принципе, зрителей будет больше. Да, да, да. Ну, тоже так кажется. Нам будем стремиться к этому и стараться делать все, чтобы зритель был в театре. Задам последний вопрос. Какой из спектаклей, которые вы смотрели, последним, может быть, вас удивил? Ну, спектакли, которые создаются у нас в театре, они всегда как бы воспринимаются положительно. Были редкие случаи, когда как бы не получилось, что-то не доделалось. Но в последнее время все нормально у нас с этим. Мы спектакли, которые создаются, они все равно идут на, так сказать, на современном подтекстном, даже классические спектакли. Вот. На сегодняшний день, ну, даже вот, они у меня все тут перед глазами, ну, даже не знаю, но есть хороший спектакль, который, он хоть и давно идет, ну, допустим, наш современный, там, авантюрейский паневоли. Тортьюф, я очень люблю Тортьюф, как работают наши актеры. Зойкина квартира у нас тоже, это то, что вот мы сейчас привезли. Это те спектакли, которые мне очень нравятся, лично мне. И считаю, что и зрители тоже, как бы, вот, ходят и получают удовольствие от этого спектакля, от этих спектаклей. Ну, есть, которые, спектакли могут быть и немного провальными, так сказать, бывают такие моменты, но в основе своей репертуар театра сложен из добротных, хороших спектаклей, которые смотрит зритель и которым мы гордимся. Что ж, спасибо. Я надеюсь, что во Владивостоке, как и везде, вы соберете овации, и Владивосток вас приятно удивит. Спасибо. Мы надеемся тоже и ждем зрителей Владивостока на наши спектакли. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о гастролях Забайкальского краевого драматического театра имени Березиного в Владивостоке. В гостях у нас был руководитель театра Юрий Паяркин. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин